Первый хакатон социально значимых проектов EPAM Engineering Jam прошел в Гомеле. Туристический путеводитель, база данных бездомных животных, навигатор для школьников и программа отправки заявок на адвокатскую помощь. В течение двух дней в ГГУ имени Франциска Скорина техническое решение социальных инициатив искали 10 команд. В их составе сотрудники IT-компании и студенты – всего более 50 человек. Напомним, с предложением провести хакатон офис EPAM обратился в Гомельский облсполком. Власти идею поддержали. Был сформирован спектр проблем, за решение которых и взялись программисты. На открытии марафона председатель облсполкома Геннадий Соловей отметил, что инициатива компании EPAM – хороший вклад в развитие концепции умного города и безопасного проживания в нем. Губернатор подчеркнул, что полезные инновационные предложения будут поддержаны. Так глава региона выразил надежду, что такие мероприятия станут постоянными. Девять новых стран появились на экспортной карте Гомельской области в 2019 году. Всего у региона более 100 стран-партнеров. По итогам 11 месяцев прошлого года экспорт товаров достиг 120% к аналогичному периоду 2018. Хозяйственный комплекс региона сработал в прошлом году в целом неплохо. Однако валовый региональный продукт остался на уровне 2018 года при плановом росте на 4%. На это, к сожалению, повлиял ряд факторов. Это и грязная нефть, которая не позволила нарастить запланированные объемы по перекачке, не получили ожидаемых результатов и от сельского хозяйства. На заседании определили ориентиры работы на 2020 год. В центре нашего внимания должен оставаться человек, его благополучие и комфортная жизнь. Пути решения этой задачи – наращивание объемов производства и, как следствие, увеличение заработной платы, подчеркнул председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. В Гомеле обсудили пути повышения эффективности работы животноводческой отрасли. По мнению руководства области, возникшие проблемы в значительной степени объясняются субъективными причинами. Сегодня производство молока – самое рентабельное направление и значимый источник повышения доходов. В такой ситуации прошлогоднее снижение надоев почти на 6% требует детального анализа и выработки мер по улучшению показателей. К сожалению, сейчас в отрасли не хватает специалистов, а их профессиональное качество в некоторых случаях вызывают вопросы. Кроме того, несколько засушливых лет не лучшим образом сказались на заготовке качественных кормов. В этом году планируется пересмотреть структуру пассивных площадей и посеять больше засухоустойчивых культур, в частности, бобовых. Ремонт Добружской райбольницы планируют возобновить в следующем году. Для этого будут проработаны варианты по выделению дополнительных средств, сообщил председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей на встрече с трудовым коллективом Добружской ЦРБ. Модернизацию больницы начали в 2006 году. Уже отремонтированы кровля, терапевтическое отделение, пищеблок. В своей очереди ждет акушерско-гинекологическое отделение.